К другим темам. 24 февраля усть-илимцы отметили Сагалган. По случаю праздника Белого месяца были организованы народные гуляния. Всех желающих пригласили на Комсомольскую площадь у Дворца культуры имени Наймушина. Что там ожидало гостей, узнаете из следующего сюжета. Сагалган – главный праздник всех бурятов и монголов. Знаменует собой Новый год по лунно-солнечному календарю, а также начало весны. Отмечать его в Усть-Илимске красочно и с размахом стало уже доброй традицией. На площади Дворца культуры имени Наймушина собрались горожане всех возрастов. Считается, что добрые пожелания, высказанные в день торжества, обязательно сбудутся. Я поздравляю вас с очередным празднованием Нового года, только уже по лунному календарю, с праздником Сагалган. Праздник Белого месяца в Усть-Илимске уже стал доброй традицией. Я вот уже раз пятый или шестой поздравляю, мы на разных территориях его празднуем, но действительно мы ощущаем единство и дружбу народов. Поэтому, друзья, желаю всем хорошо провести время, отличного настроения, мира, добра, благополучия, всего самого доброго и позитивного. С праздником! Творческие коллективы Дворца культуры подготовили насыщенную театрализованную программу. Белый месяц встретили весело и дружно, как полагается. Вот я и пришел к вам, добрые люди. Пришлось оставить свою юрту, дабы размести по всей России весть о празднике Белого месяца. Дарю я людям свет и радость в Новом году. Сагаан Харар, усть-Илимцы! Рады встречать тебя. Знаем мы, что счастье приносишь в эти края. Согреться усть-Илимцам помогали динамичные конкурсы и развлечения. Самые активные гости получили не только заряд положительной энергии, но и призы. Кого не грели игры и танцы, могли отправиться к полевой кухне, взять себе горячего чая и угощений. Собравшиеся приняли участие в народных играх и забавах, послушали и спели немало хороших песен. И, конечно, встали в большой хоровод – всеобщий йохар – символ единства и дружбы народов. Мария Школьная, Константин Хритин. Новости ИРТ.